Желаю здравия! Вы на канале Доктор Ребильтолог и мы продолжаем разбирать тему метаболический синдром, в частности плохой холестерин. О плохом холестерине мы говорили в другом видео, можете посмотреть, будет ссылка внизу под этим видео в описании или в конце этого ролика. Ни для кого не секрет, что много людей погибает от сердечно-сосудистых заболеваний. А одна из самых частых причин развития этих сердечно-сосудистых заболеваний является повышение уровня так называемого плохого холестерина, то есть липопротеидов низкой плотности. Названо 6 продуктов, которые снижают уровень плохого холестерина и соответственно продолжают жизнь и качество жизни. Первый продукт это овсянка, но нормальная обычная овсянка, которую готовили еще в Англии сэры перы или для сэров, потому что эти каши, которые быстрого приготовления, это совсем не то. Там не тот состав, не те углеводы. То есть, если вы завтракаете, рекомендуется начинать завтрак с овсянки. Второй продукт, он в принципе не сильно подходит вегетарианцам, вернее совсем не подходит, но как бы очень рекомендован определенными специалистами. Это жирная морская рыба. В частности, в тунце и в лососе много жирных омега-3 кислот, что хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Третья группа продуктов это бобовые, то есть фасоль, чечевица и другие продукты этой группы, они хороший источник белков, растительных белков и соответственно клетчатки. Четвертое это ягоды. Ягоды содержат антиоксиданты и другие фитовещества химические, которые хорошо влияют на организм и тоже снижают уровень холестерина, плохого холестерина. Орехи тоже содержат антиоксиданты, тоже у них есть жирные кислоты и они снижают уровень плохого холестерина. Некоторые рекомендуют орехи 30 грамм в неделю съесть, некоторые рекомендуют 2 ореха в день. Но это надо смотреть индивидуально каждому человеку. Шестой продукт это авокадо. Авокадо содержит мононенасыщенные жиры и снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности. На этом у меня все. Если вам нравится формат таких кратких видео, напишите внизу под видео, лайк, подписка, это все приветствуется. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok